Как я его дошел, это была отдельная эпическая тема, но, короче, тут куча-куча-куча всего. Итак, привет-привет, друзья. Сегодня мы снова у нас во второй комнате с Радой. И сегодня будем открывать снова интересные подарки, можно сказать. Сегодня у нас не Алиэкспресс и ничего подобного. Бабушка Рады, мама Габриэль прислала нам вот такой вот подарочек. О, он довольно большой, да, около 8 килограмм. Я его еле донес, если честно, как я его дошел, это была отдельная эпическая тема. Но мы сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Я, конечно, не могу даже себе представить, что туда можно было килограммов на 7, а то и 8 положить. Достаточно она объемная. А, написано 8 килограмм 380 грамм. Габель говорит, интересно, как ее мать умудрилась, если она еще меньше. А ее, то как она умудрилась в 8 килограммов и 400 грамм посылку принести на почту. Даже просто физически. Потому что почта рядом в Бразилии, рядом с тобой, почты нет. И так, вот столько всего, что она прямо, ну нет, прямо вылазит, да, и сюда. Полная коробка. Давайте смотреть. Разные типы шорт. Интересные. Я вам бы таким ямыть. Итак, Габель говорит, что сначала нам предлагали что-то прислать, потом нам предлагали деньги, чтобы как-то поучаствовать в жизни рады. И Габель решила, чтобы лучше нам что-то интересное прислали, чтобы бабушка с тетей, чтобы они вместе собрались, короче, пошли в магазин, поучаствовали как-то более реально в жизни рады, присоединились, так сказать, к нашей семье, чтобы они, короче, тоже поучаствовали в этом экшене. Это, в принципе, весело. Габель, например, очень любит покупать всякую штуку интересную, всякую одежду и так далее. Почти все матери любят. Это поэтому мы дали возможность бабушке поучаствовать вот в этом всем мероприятии. И у нас шорты, много шортов. Теоретически на один год, ну, непонятно. Да, у нас такого в Украине я действительно никогда не видел. Очень прикольно, растягивается. Можно, мне кажется, и в два года носить, и сколько хочешь. Сейчас будет летом полтора. Такие вот шортики, называется Г, Ж. Сто процентный хлопок, так что натуральные такие вот шортики. После юбочек говорят, что это больше такие шортики, чтобы подгузники держались и так далее. Они более мелкого размера, вот каждый год, полтора года юбка, это, может, и два года пойдет. Да, вот эти маленькие шортики можно использовать дома, а большие юбочки и так далее можно уже выходить куда-то в люди. Вот такое вот платьичко. Это уже для Габель подарили. Прикольно. Мама, наверное, купила для себя, а потом передавила Габель, на всякий случай. Но этикетка с него не снята, так что она новая. Мама, наверное, обманула, что купила для себя. Такая вот пижамка тоже интересная. Вот эти штальники, мне кажется, уже будут нормальные на раду. Пижамка сверху еще, может быть, чуть-чуть. Ну, скоро уже, к лету точно будут. К лету уже подосвет, уже, что она, если не маленький будет, растет, как на дожжах. Вот такая вот игрушка. Это гуси-лебеди какие-то, которые несут овечку. Такая вот овечка приятная, и гуси-лебеди ее несут. Очень-очень прикольно. Такую даже игрушку у нас не видел. Вот такой вот кролик, психоделический. Все стороны животных, Габель говорит, что она любит стороны животных. Такой вот интересный. Зверь, это дракон. Да, мне нравится вот такой вот дракончик. Чик. Бабочка. Бабочка. И вот такой вот можно играть. Да-да, привет. 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 Смотрите, какая красивая кошечка. Мне нравится. Очень даже, очень романтичный, милый рисунок. Вот такой вот написано только папина. Папина дочка. На самом деле она не только папина. Когда она плачет, она только мамина. Тут написано только мамина. И получается, когда она будет плакать, я буду быстро менять. И вот такую вот футболочку. А, да, у нас такие. И только тетина еще неожиданно. Вот такая вот. Смотрите, вот такая вот штука. Первый раз я вижу вот это, то, что говорят, чтобы закрывать, прикрывать подгузники. Но у нас и так красивые подгузники. Мы пользуемся вот этими многоразовыми. И тут очень красивая рыбка сзади. Такой вот подарок из Бразилии. От бразильских родственников. Все это можно купить в Бразилии. Такие вот зелененькие прикольные шортики. Скорее всего, у Габели они добыли в загашнике. И мы решили их прислать на всякий случай. Чтобы Габель в них бегала зимой по зеленой траве. Вот такие вот два типа шортов. Габель начала кормить уже рядом. Потому что у нас, по всей видимости, еще очень-очень много всего. Поэтому мы даже на два выпуска растянем. Вот такие вот шорты. Ну, видимо, Габель использовала, да, это в Бразилии. На пляжках, где и так далее. Вот такая вот интересная пуговичка. Такие вот для шорты. Хотя я, Габриэль, они присылают шорты. Да, и проблема. Такой вот прикольный подарочек. Это Габриэль, получается, увидела, что какой-то банк делает правом акцию. Там нужно было просто заполнить какую-то форму. Свои мейл, свой адрес. И прислали вот такую вот рекламку. С которой можно бегать ножками вот так вот. И две вот таких вот книжки. Получается, у нас, видимо, была нехватка бразильских книжек. Это какие-то книги известных писателей. Действительно, красиво, хорошо раскрашенные. Качественные книжки, которые тут, в принципе, будут стоить не очень дешево. Вот, авторская раскраска. Называется «Голубой мальчик». Вот, ну, прикольные авторские эти рисуночки. Большие, да, буквы. Авторские рисунки. Красиво, да, для бесплатной книжки. Это шикарно. Такие прислали из банка. Вот такие вот книги. И еще и свою рекламку. Еще и две книги прислали. Даже не одну. Так что банки в Бразилии. Видите, делают хорошие промоакции. Прикольные. Бесплатные, да? Это какой-то бразильский журнал известный. Кроссер называется, ну, типа «Растем вместе». Тут много букв интересных на портавальском языке. И, может быть, Габель, когда-то почитать, я точно не буду читать. Но, в принципе, это какой-то популярный журнал. Вот такая вот книжка. Маленькая, тоненькая, но стоит около... Диаревики, 30. Почти 10 долларов, примерно. И тут можно записывать... Она еще пока не открыта. Подобри. Ладно, сейчас вы откроете. Да, смотри. Вот такая вот прикольная книжечка. Тут, в общем, целая история. И можно писать историю для своего ребенка. Это, естественно, наверное, для мужчин это будет очень запаренная штука. Но для девушек это вообще шикарно. Тема не знаю, скорее всего есть такие плагиаты. Или это бразильские плагиаты, или наши. Наверняка есть такие же книжки на русском. В общем, тут написано, что смотрите, как ребенок смотрится в животике. У нас есть, кстати, до сих пор фотография вот этого УЗИ. Мы один раз умудрились так и сделать. Хотя мы особо не рекомендуем этим зло употреблять. Так что тут написано, типа, какой была первая реакция папы, какой была первая реакция мамы и так далее. Что там происходило дальше. Короче, прикольная книжка. Если в принципе интересно записать все, там какие-то фотографии наклеить. Это хендмейд. Вот такие вот. Да, два бантичка интересных, прикольных. И еще у нас тут какая-то книжка. А сейчас Габриэль откроет еще. Да, конечно, он намного-много более приятный. Такой, по крайней мере, намного более большой, чем Рада. Только нужно его постирать. Мы обычно такие вещи сразу не примеряем, но красивые. Такие вот стразики. А вторые стразики. Так что будет красиво. Итак, это супер веселая книга. Реально, я таких, скорее всего, такие на русском языке тоже есть. Но вот это реально самый крутой подарок для Рады из Бразилии. Я даже не знал, честно говоря, что такие книги уже сейчас сделают. И что это, наверное, не так еще дорого относительно. Хотя в Бразилии, конечно, цены еще в два раза дороже, чем у нас. Но будем надеяться, что это не супер-супер дорого. Написано от трех лет. И вот такие вот звуки реально-реальные. Круче, чем на компьютере, реальные звуки. Куча разных звуков, разные животные. Такая вот тут радостная пчелка есть. И сверчок. Короче, тут куча-куча-куча всего. Дождь. Птички. Не нужно кнопок тут нету. Тут сенсорная панель. Вот такая вот книжка прикольная. Сзади тут можно менять батарейку. Ну, реально прикольно. Очень прикольно. Никогда такую не видел книжку. Интересно, ладно, давайте смотреть дальше. Вот это пока что самое крутое, что было. Вот такая вот одежда. Кстати, можете узнать 110 сериалов. Где-то 3-4 доллара стоит. Около 100 гривен. Такая вот одежка. Да, прикольно. Не обязательно теперь совмещать какую-то одежду. Вот к лету будет отлично. И написано, вернее, это такая трещотка, чтобы ребенок мог ей играть. И тут еще, чтобы он его кусал. Вот, чтобы ребенок кусал вот тут сердечком. Это, чтобы ребенок тренировал. Прикус, она получается довольно мягенькая такая штука. Со специального пластика и от 6 месяцев это можно. Вот такой вот к году как раз, может быть, даже к 2. Не знаю, Лилия рада так быстро вырастить. И все говорят, что год уже будет это нормально. Хотя через 6 месяцев может и будет. Или к 2 годам. 25 риалов, кстати, стоит. Это что-то в районе почти 10 долларов. Где-то гривен 200. Около 600-500 рублей. Около 500-600 рублей. Идем дальше. Вам Майс, Майс. Ааа, кей лейда. Майс, Майс, Майс. Майс, Майс. О, на Кирада. Ой, Зерапиня. О, Зерапиня. Майс, маяс, маяс. Майс, маяс. Прикольно, очень реалистичная мягкая игрушка. Набито чем-то сзади, как раз еще и для веса. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok